Мы работали на участке с братьями, и один человек, специалист, приехал выполнить свою работу. Он там паял трубы определенные за дорого, эта работа дорого стоит. Он приехал на большой черной машине, такая, джип, ланг-крузер. Жара стояла, как сейчас на улице. И он, знаете, оставляет включенную машину, заведенной. И более того, там работает кондиционер, он оставляет ее, так знаете, посередине, и он работает не пять минут, он работает десять, двадцать минут, полчаса. Весь в поту, грузный дяденька, классный такой, грузный. И братья там к нему, а сколько вы зарабатываете, а сколько этот аппарат стоит, там, знаете, свои мужские вопросы, мужские дела. Ну и время к перерывам пошли, а он там доделывает, мы сели, там хотели чайку попить. И один брат подходит и говорит, ну я задал вопрос, говорит ему, что у него кондиционер-то работает в машине? Ну, нелогично, понимаете? То есть ты работаешь, приехал почти час, у тебя стоит джип, но он немало кушает. Бензина. Еще и кондиционер включен. Ну кого ты не сидишь в машине, ты потом обливаешься на улице, но это нелогично вообще. Поэтому вопросы, сколько ты зарабатываешь, такие, знаете, небольшие, с подковырки, как братья умеют. Да-да-да. И он приходит и говорит, представляете, что он отвечает мне? Он говорит, отвечает мне, что кондиционер работает, потому что в машине лежит шоколадка. Послушайте, я так же отреагировал. Невозможно не улыбнуться, правда? Но знаете, она улыбка, как бы, я сейчас расскажу, она как бы такой смех, он маленько какой-то такой. Но это же его дело, по-настоящему-то. Ну правда? Это его деньги, это его дело, это его жизнь. Это он так считает нужным. Я так не думал в тот момент, я просто как бы побалдел. Побалдел, посмеялся, сделали дела. Еще и забыл эту тему. Он уехал, мы рассчитали, все в порядке. Сажусь, еду домой один. Братья еще там остались. И там метров 200 я отъезжаю, и машину наполняет присутствие Божие. Просто Дух Святой опускается на меня и поднимает мне эту картинку, всю вот этой ситуацию и говорит, как ты думаешь, если эту шоколадку он вез как подарок девочке инвалиду, чтобы сохранить, тебе было бы смешно? Если честно, друзья, я сейчас вам говорю, у меня мурашки по коже. Я чуть не остановился. Не остановился, сбавил скорость. Говорю, Господи, ну, прости. Ну, я, прости. Первое, что сделал, набрал пастора Евгения, или встретились мы с ним. Я говорю, ты набрал, я прям позвонил. Я говорю, представляешь? Представляешь, что Дух Святой сказал? Я говорю, слушай, как быстро мы выносим вердикты. О чем моя речь? Рожденный от Духа есть Дух. Это сладостно жить с Богом. Аминь. Он выправляет нас. Я знаю, что у тебя много подобных ситуаций. Если ты рожден заново, то много раз в жизни Дух Святой выправлял нам. И то, что кажется даже в ущерб, может быть себе приобретать такую ценность для тебя. Вся твоя неправедность, вот эта человеческая или праведность, она в свете Божьем ничего не значит совсем. Рожденная от Духа есть Дух. Продолжение следует... Продолжение следует...